Команда факультета информационных систем и технологий Ульяновского государственного технического университета заняла первое место в фестивале Робофест 2020. В состав команды вошли учащиеся кафедры вычислительная техника. Они завоевали золото в номинации Автонет 18+. Всего в этой номинации участвовали 15 команд из различных регионов. У нас прекрасный декан нашего факультета, Святов Кирилл Валерьевич, и он нас мотивировал на это движение, и мне показалось оно очень интересным и перспективным, поскольку сейчас век информационных технологий, и сейчас все больше можно развивать это направление. Ребятам было предложено решить сложную задачу – создать и запрограммировать мобильного робота, который сможет проехать лабиринт, соблюдая требования дорожных знаков, сигналов светофора и преодолеть скоростной участок трассы. Робот ульяновской команды «Роболайф» четко доказал всем, что беспилотное вождение осуществимо. Было установлено две камеры для распознавания линий дорожной разметки, для распознавания сигналов светофора и дорожных знаков, а также сканирующий лазерный дальномер, который показывает дальность до объектов окружающих робота. Благодаря «Робофесту» студенты получают не только теоретические, но и практические знания. Кроме первого, нашим студентам удалось взять второе место в другом конкурсе. Я занимаюсь робототехникой, участвовал в этом году в соревнованиях «Эко-нет» 18+. В этих соревнованиях нам нужно было собрать два робота. Это наш большой робот, маленький робот. Соответственно, большой робот занимался, он был управляем вручную, с пульта управления, он должен был заниматься транспортировкой маленького робота до автономной зоны. Затем маленький робот грузил в себя мусор, сортировал его, размещал в своих контейнерах, объезжал все заданные точки, а потом отвозил собранное и рассортированное на условный мусороперерабатывающий завод. Ребята уверены, их разработки вполне осуществимы в реальной жизни. Создать действующего робота, перевозящего пассажиров или собирающего мусор – задача, вполне решаемая в государственном масштабе. Преподаватели и декан добиваются именно этого. Мы занимаемся образовательной робототехникой, а главный продукт, который мы производим – это интеллект тех ребят, в которые мы вкладываем собственные усилия, в которые мы вкладываем собственное время. И для формирования как раз когнитивных навыков, навыков решения сложных задач мы и работаем. В настоящее время команда университета также продолжает работать над усовершенствованием беспилотного автомобиля на базе грузовика «Газель-Некс». И в следующем году планирует с ним участвовать в фестивале «Робокросс». Ранее ребята уже занимали второе место по итогам фестиваля. Помощь в подготовке к соревнованиям оказывает Фонд развития информационных технологий, а также руководители IT-компаний «Ульяновска». Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.